доброго времени суток и сегодня я хотел бы рассказать о том как настраивать сцену в мармасете как рендерить ваши модельки меня довольно часто спрашивали о том как вообще пользоваться мармасетом как красиво настроить на сценку в том числе был вопрос как рендерить длинные модели и я думаю что это будет цикл экспериментальных таких вот видео в которых просто мы будем рендерить и настраивать различные сцены под различные как бы типы моделей и сегодня мы начнем вот с такой вот длинные штуки это промышленный мостоукладчик и заодно соответственно посмотрим как настраивает целиком и полностью сцена значит данный видос я попробую наверное записать для тех кто в принципе никогда мармасетом не пользовался и вот именно в этом видео я попробую максимально подробно еще и рассказать об интерфейсе на случай если вдруг вы чего-то не знали или вообще не пользовались никогда программой что могли также посмотреть и настроить так же как у меня и сделать красивый рендер давайте начнем наверное с интерфейса и в принципе самой программы то есть первое что вам нужно сделать это перетащить файл в мармасет внутрь программки значит делается это просто перетягиванием кушает мармасет на самом деле многие разные форматы файлов я обычно использую fbx если вдруг вы фанат обиджи то виджи тоже она кушает а вот fbx просто перетаскивается вот так вот сцену и далее вы видите вот такую вот беленькую модельку на фоне значит вот это меня окно это у нас viewport так же как и в любом 3d редакторе и чтобы в нем повращать модельку вам нужно зажать кнопочку alt зажимаем alt и двигаем мышку левой кнопкой мыши зажимая у нас вращается наша модель если мы хотим переместиться то есть вот допустим у меня сейчас моделька не по центру мы также держим alt и нажимаем держим среднюю кнопку мыши и у нас моделька двигается вправо влево вверх вниз теперь мы соответственно если хотим приблизиться к модели то то же самое держим alt и правая кнопка мыши позволяет нам приближаться отдаляться то же самое можно заменить колесиком мышки вот здесь я думаю все понятно теперь переходим непосредственно к интерфейсу программы значит с правой стороны мармасет сразу отображает все те материалы которые в вашей модельки есть убедитесь что вы не забыли в 3d программки вашей накинуть материалы на вашу модельку то есть вот у меня blender если я открою каждый меш который у меня здесь есть я увижу непосредственно материал который ему принадлежит gear тут допустим вот у нас корпус up down и так далее а вот в целом если вдруг вы забыли куда-то накинуть материал или создать какой-то материал то ничего страшного в этом нет вы всегда можете здесь нажать на вот так на плюсик и у вас создаться новый пустой чистый материал new mac 01 который вы также можете настроить под свои нужды но имейте ввиду что юве развертка у модельки сохраняется если ее допустим нет у модели то просто так допустим там если вы настроите здесь материал там с текстурами красивый какой-то то они ровно на модельку не лягут вот перемещаемся на левую менюшку здесь соответственно у нас вот такая иерархия в которой непосредственно есть сцена и несколько таких глобальных окон это render main camera и sky и ваша моделька нажимая по каждому из этих разделов у вас ниже будет показываться панель настроек у каждого соответственно вот так выбранного объекта она своя мы сейчас подробно разберем каждую из вот этих менюшек с материалами непосредственно то же самое то есть выбираем материал и ниже здесь у нас выражаются свойства этого материала теперь непосредственно про панельку инструментов изначальный инструмент у нас выделение мы можем выделять соответственно кликать левой кнопкой мыши по частям модельки и они выделяются у нас выделяются в иерархии также и также у нас есть инструменты перемещения вращения масштабирования мульти инструмент и различные способы выделения то есть в том числе как и фотошопе допустим там прямоугольное лассо там круговое выделение допустим самое обычное лассо и так далее то есть инструментов разных много я думаю здесь вы разберетесь переключаться можно либо кликом мышки либо кнопочками qw рт то есть вот собственно так же как юнг если кто-то работал в игровом движке юнг а вот ну и остальные соответственно вот здесь вот разные менюшки мы будем рассматривать по мере необходимости сейчас мы переключаемся с вами в раздел рендер зелененькую шестеренку и здесь первым делом нас встречает вот такой вот менюшка lighting ray tracing значит marmoset поддерживает рендер с помощью ray tracing и если ваша видеокарта была выпущена начиная с десятой серии то ray tracing marmoset вы можете использовать значит я проверял на 1080 и на 1060 то есть когда вы нажимаете вот эту галку ray tracing подключается работает он сильно медленнее чем на 20 30 40 серии но соответственно так и так он работает вот сейчас мы наверное с вами разберем вот так я даже скрою вот тут вот ray tracing раздел и вернусь к нему чуть позже и дальний в дальнейшем все модели мы также будем рассматривать с симуляцией ray tracing но сейчас я расскажу как настроить сцену в общем-то базовые вот эти первичные настройки если у вас видюха более старая и она не поддерживает ray tracing вас интересует сейчас вкладочка растр если у вас старая видюха если у вас новая видюха то можете мотнуть видос на пять минут вперед итак значит растр для тех у кого видюхи послабее первое что вас здесь встречает это shadow quality качество теней давайте я сейчас поставлю здесь какой-то базовый источник света чтобы просто хотя бы видно было какие тени вообще здесь есть значит пусть будет вот так допустим да возвращаемся в рендер вот значит здесь есть несколько вариантов значит low позволяет вам видеть просто базовые тени они такие достаточно пиксельные то есть если мы приблизимся то вы увидите насколько они прямо плохие вот но при этом они практически не едят вообще никакого ресурса high делают тени уже повеселее уже детальки и прорисовываются но при этом если мы приблизимся то мы все равно будем видеть эту пикселизацию и мега позволяет вам сделать еще более качественные тени то есть они практически уже такие без артефактов галочка к снюс каскад позволяет вам избавиться от вот этих вот как бы совсем таких пикселей пикселей и добавить дополнительную детализацию вашим теням то есть смотрите иногда бывает так что вы например выставили тень рендерите и маленькие совсем элементы они на тенях не отображаются ну вот как например какие-нибудь заборчики вот эти вот то есть они просто вот здесь вот могут исчезать если мы подключим с вами каскады то все что не отображается она так или иначе будет пытаться прорисовываться ну и каскаде distance которая соответственно вы также можете регулировать обычно она стоит на где-то 08 это достаточно неплохой такой параметр который отображает достаточно большое количество мелких деталей а вот следующая вещь значит это были shadows теперь мы переходим к оклюжен оклюжен это затенение то есть такие собственные тени которые во всех углах модели в углублениях будут создавать такую темноту изначально стоит галочка параметра на of если мы здесь поставим на screen то соответственно у нас появится базовое затенение здесь также есть еще вариант рейтрейсит но опять таки это на тот случай если вдруг кто-то не хочет использовать рейтрейсинг вот здесь но при этом хочет лучами отрисовывать бент оклюжен а вот мы сейчас разбираем вариант опять же старых видео и поэтому смотрим screen сразу же подключаем сюда все галки это и diffuse и specular значит оклюжен стрэнс позволяет вам усилить эффект этого самого амбиент оклюжена то есть вот этого вот этих затенений и вот вы сразу же видите что вот я 6 и 9 поставил и у нас сразу же они прям хорошо так прорисовываются и вот этот вариант мне уже кстати больше нравится чем тут где практически их нет вот то есть но вот это уже слишком сильно ну то есть соответственно вы просто настраиваете их примерно таким образом чтобы она не резала глаз не смотрелось как какие-то прям темные пятна но при этом чтобы это было заметно а вот оклюжен сайз позволяет вам сделать рассеивание то есть есть прямо скажем так стиль такого рендеринга когда вот оклюжен сайз ставится маленький и сила оклюжен стрэнс ставится такая прям высокая и вот что то вот такого плана получается типа как каждый элемент имеет свою как обводку такую это тоже прикольно это тоже стиль рендера почему нет имеет место быть вот соответственно здесь вы можете просто экспериментировать я рекомендую то есть в принципе моя рекомендация везде делать примерно плюс-минус на глаз так чтобы вам нравилось чтобы это не казалось чересчур перенасыщенным и не казалось чуть-чуть едва заметным ну то есть вот примерно вот такого что-то плана наверное я бы оставил у себя если бы рендерил без ray tracing а вот следующий момент это reflections это отражение опять же симуляция отражений мы сразу же обязательно подключаем обе галочки это и local reflections и local diffuse чтобы картинка была максимально реалистичной и давайте посмотрим вот вот здесь например мне кажется хорошо будут видны эти отражения значит если мы reflection intensity повышаем то мы видим как у нас в принципе появляются вот эти всякие блики вот здесь вот как бы видите она прямо сильно 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 увеличивается если мы их уменьшаем то блики эти уменьшаются соответственно это у нас по большому счету такие вот отражения как раз таки объектов друг в друге то есть опять же то что реализовано сейчас ray tracing гамм на супер таком классном уровне когда вы прям видите ну можете зеркало прям просто вот отрендерить в реальном времени будет это круто смотреться а вот diffuse intensity это у нас соответственно еще и как бы яркость вот этого освещения то есть яркость отражений вот и diffuse distance соответственно насколько далеко у нас в принципе будет вот вот яркость распространяться ну скажем так вот ну то есть опять же смотрим на общую картину на общий рендер и смотрим как плюс минус выглядит чтобы она выглядел примерно нормально если у вас сцена прямо какая-то супер влажная дождливая то вообще reflection intensity лучше выкручивать на максимум и соответственно дальше туда равна с карту которая имеет черный цвет вот и у вас будет такая достаточно блестящая мокрая модель вот ну и соответственно смотрим по ситуации вот шедов смещение теней я думаю никому не нужно потому что это как бы смещает тень она как бы в какую-либо сторону то есть это немножечко не тот параметр который стоит трогать вот все возвращаемся край трейсингу если мы сразу ставим вот сюда вот галочку то у нас сразу же вот все что мы с настраивали вот здесь она аннулируется то есть неважно как мы будем там настраивать окклюжен какой-нибудь там или там растр шедус вообще по барабану то есть ray tracing заменяет полностью все что есть ниже сразу же мы видим вот такую вот картиночку вот гораздо более детальные тени то есть если мы приблизимся то никаких пикселей здесь уже не будет то есть это будет прям максимально такая детальная четкая тень и сцена как вы видите начинает так вот шуметь превращается в такие пиксели и да это наверное один из таких как бы минусов потому что в принципе когда вы будете подготавливать сцену в рейтрейсинге то она будет именно вот шуметь вот именно вот постоянно такими точками прорисовываться это принцип отрисовки в принципе работы рейтрейсинга а вот но чем мощнее у вас видюха тем быстрее это пикселизация будет проходить и плюс мы дальше сейчас посмотрим несколько настроек которая позволит скажем либо сделать быстрее этот процесс либо соответственно дольше но улучшить качество и так скаустик скаустик с это у нас качество отражение света то есть преломление как бы света у нас стоит здесь медиум но мы ставим сразу файн чтобы был максимально хороший эффект нажимаем сразу галку опять же для того чтобы у нас максимально все точки прорисовывались и внутри и снаружи то есть везде будет попадать свет и везде он будет отражаться по нескольку раз далее соответственно у нас идет параметр баунсис что это вообще такое как работает в принципе рейтрейсинг и еще такой балансис raytracing у нас пускает луч в какую-либо точку нашей модельки и фактически это такой луч света который как бы попадает туда и после чего отражается от модельки несколько раз и отскакивает или спускает из этой точке еще несколько лучей то есть потом эти лучи попадают в новую точку модельки но допустим вот попали вот сюда этот фрагмент у нас желтый лучше а окей прикольно и падает вот сюда и вот этот участок модели если он например красный то он будет чуть-чуть слегка окрашиваться в желтый просто потому что отсюда свет упал вот сюда и попал туда а этот участок модели будет чуть окрашиваться в красный если свет наоборот падает больше на красный участок именно по такому принципу свет рассеивается как бы в реальном времени в реальном мире только у нас здесь скажем так постоянные миллионы миллиардов а все-таки в 3D графике мы ограничены каким-то определенным количеством этих самых отскоков. И вот количество этих отскоков здесь у нас указывается. Bounces сам Marmoset рекомендует ставить где-то в районе трех. И они говорят, что это будет хорошее значение. То есть смотрите, вариант, когда у нас один отскок, у нас черные такие прям тени. Ну, то есть фактически все, да, прикольно, но как будто бы все достаточно просто. Если мы ставим 2, то тени уже становятся более такими серенькими. 3 у нас еще более серые тени, то есть соответственно у нас больше отскоков. И это объясняется как раз таки тем, что свет попадает вот сюда, отскакивает вот сюда, потом снова отскакивает сюда и тень получает дополнительное значение отскоков света от белой модели. То есть если бы этот участок у нас был там зеленый, то тень здесь тоже была бы зелененькая. А если бы этот участок был красный и зеленый, то они бы смешивались и у нас получался бы какой-то средний цвет. Ну, то есть в целом уже прикольно. Transmission параметр нужен в том случае, если вы используете какую-то стеклянную поверхность. И чем у вас глубже и сложнее стекло, тем больше вы можете поставить значение Transmission и от этого вы будете видеть изменение результата. Стекло здесь у нас есть и мы чуть-чуть позже, наверное, тоже с этим поиграемся и посмотрим. Я обычно ставлю Transmission где-то на десятку и, в принципе, меня устраивает этот вариант. Все, что здесь вот есть вот в этих вот параметрах, мы с вами не трогаем. На самом деле их можно поменять, потрогать, но изначальные базовые параметры, они достаточно такие сбалансированные. Я их не трогаю, то есть или меняю только в том случае, если вдруг мне нужна, ну не знаю, сильно темная у меня сцена, ну и прям вообще ничего не помогает, хочу сделать чуть поярче. Тогда вот Diffuse Intensity я могу увеличить и вот видите, у меня сцена становится более такая яркая, как бы такая контрастная, высветленная. И, в принципе, то есть Reflections то же самое, то есть сила вот этих вот, как они называются, отражений то же самое. Очень аккуратно надо использовать эти параметры, потому что можно легко сломать здесь баланс и ваша сцена как бы испортится. Опять же, если вдруг вы делаете какую-то не классическую сценку, пожалуйста, можете играться и опять же, если у вас финальный результат уже есть и вы понимаете, что вот ну чего-то не хватает, можете зайти сюда, поиграться с этими параметрами, то есть посмотреть, как что, что на что влияет и как будет меняться ваша сцена. Но лучше делать это именно вот в последний момент, когда у вас уже все готово. Базовые настройки неплохо справляются со своими задачами. Двигаемся дальше. Дальше у нас есть Viewport, в котором мы видим непосредственно картинку во Viewport. То, что вы здесь поменяете, никак не будет отражаться на вашем рендере. То есть, если вы поставите сэмплов больше, допустим, я вот с 1024 сэмплами обычно как раз таки сижу всегда, я буду видеть именно результат 1024 сэмпла в реальном времени. То есть, каждый раз, когда я меняю угол поворота моей модельки, вот эта вот пикселизация проходит, и она реально проходит как бы и остается на уровне 1024 пикселей. То есть, вот так вот я буду видеть мою модель на сцене. Вот. И каждый раз после изменения я буду видеть перепросчет вот на столько вот сэмплов. Если у вас тормозит, или, допустим, очень долго вот эти вот пиксели не исчезают, они остаются, сделайте сэмплов поменьше, к примеру. Вот. Ну и Raysper Pixel, опять же, в зависимости от вашей видеокарты, насколько она у вас мощная, насколько у вас производительное железо, вы можете поставить больше, и от этого вы будете видеть прямо вот во вьюпорте более крутой качественный результат. Ну вот я ставлю 16, я вижу, что у меня уже не очень плавно как бы все это дело работает, идет. Я поставлю, например, ну 4, к примеру, для начала, и вот у меня все прекрасно быстро работает. Я понимаю, что это те же самые 120 фпс. Вот. Двигаемся дальше. Denoise. То же самое, так как эта штука находится во вкладке Viewport, то она никак не будет сказываться на вашем финальном рендере. Значит, это именно вот то, что вы видите сейчас здесь, в самой программе. Значит, здесь у нас есть такая вещь, как КПУ, ОФ и ГПУ. Значит, ОФ позволяет вам выключить Denoise вообще. Denoise, вообще, давайте поговорим, что такое Denoise. То есть, а то я что-то говорю, говорю, так и не объяснил. Denoise – это у нас сглаживание вот этого как раз-таки шума, который образуется после того, как мы подвигали сцену. Если мы ставим КПУ, то это сглаживание будет происходить за счет вашего центрального процессора. Если вы ставите ГПУ, то будет сглаживание происходить за счет графического процессора. Опять же, если у вас слабенькая видюха, но мощный, например, проц, ставьте сюда КПУ. Если наоборот, то ставьте ГПУ. Здесь, собственно, все очевидно. Что мощнее, то будет быстрее работать. То будет быстрее сглаживать. Quality. Low, Medium, High. Опять же, в данном случае, если у вас КПУ, вы можете поставить ХАЙ. И у вас будет такое более сильное сглаживание, скажем так. ГПУ, я не знаю, почему, кстати, ХАЙ они не сделали здесь поддержку. Но, возможно, есть какие-то свои плюшки. Но, кстати, на ГПУ есть такая вещь, смотрю, как FATE. Типа затухание, я так понимаю. Ну, и Denoyce Trends, это, в принципе, насколько сильно будет происходить сглаживание этих самых деталей. То есть, вот этих вот, как бы, ну, не деталей, а скорее вот это именно размазывание вот этого сэмплинга. Вот этих вот точек. Вот. Ну, давайте, допустим, поставим 0.8. Опять же, мне комфортно, в принципе, вот так вот работать. Мне все нравится, все прекрасно, все замечательно. Мне кажется, что на ГПУ, на самом деле, у меня быстрее происходит расчет, расчет вглаживаний. У меня сейчас в компьютере стоит 30-90. И, соответственно, наверняка за счет этого как раз таки и все сглаживается. Хотя, не знаю, в принципе, по процессору у меня тоже 13900К у меня получается. И, но он медленнее, как бы, работает, как мне кажется. Ну, соответственно, я ставлю то, что быстрее работает, то, что лучше выдает результат. А вот, я буду работать на ГПУ. Рассмотрели эти параметры. И далее ниже у нас идет раздел Output, который мы, наверное, будем рассматривать чуть-чуточку позже, когда непосредственно перейдем к рендеру непосредственно изображения. Значит, перемещаемся из зеленой шестереночки в мейн камеру. Что касается мейн камеры, то здесь у нас очень много разных параметров. Начнем с самого верха. Соответственно, Transform позволяет вам, в принципе, определять, где находится ваша камера, менять ее положение, настройки и так далее. Да, кстати, прикол в том, что мейн камера это как раз таки то, через что вы изначально по дефолту видите вот здесь во вьюпорте. То есть вы, это и есть ваша мейн камера. И если я вот здесь перемещаюсь, вы видите, что меняются здесь все настройки. Это значит, что вы перемещаете камеру. И это очень круто, потому что вы можете рендерить фактически то, что вы видите. Вы нажали кнопочку F10 и у вас сразу отрендерилось изображение. Вы видите то, что вы получаете, ту картинку, которую вы видите. Это круто. Дальше. Соответственно, Control. Здесь мы ничего не трогаем, в принципе, нас здесь ничего особо не интересует. Опять же, через Alt и Vast вы можете перемещать вашу камеру в реальном времени, как бы как в Unity. То есть, вам здесь подсказка, тип такой. Limits. Значит, лимиты позволяют вам настроить то, что камера не будет, допустим, видеть. Это нужно для более продвинутой анимации и пролетов камеры. Сейчас нам это не нужно. Скрываем. Lens. Позволяет вам настроить линзу вашей камеры. Значит, изначально у вас здесь есть два вида. Это перспективы и изометрия. Или Artographic. Artographic Mode. Значит, Artographic позволяет рендерить все в нуле градусов. То есть, ваша линза абсолютно плоская и для нее не существует такого параметра, как дистанция до объекта. То есть, все объекты будут иметь свои изначальные размеры, вне зависимости от того, как далеко они друг от друга находятся. Соответственно, прикольный режим. Очень полезный, особенно, когда нужно отрендерить какой-нибудь макет, например. Но мы будем рендерить с вами в перспективе. Но вот угол Field of View я предпочитаю ставить параметры от 20 градусов до в среднем 30. То есть, вот так вот. Особенно это касается вот таких вот крупных моделей. То есть, чем длиннее модель, тем можно компактнее ее уместить в какое-то изображение, если у вас не сильно большой угол камеры. Вот. Ну, то есть, к примеру, смотрите. Давайте поставим, допустим, угол 65. 67 получилось. И вот, что у меня получается. То есть, у меня вот эта часть модели, она огромная, такая большая и детальная. Да, я вижу все, что здесь есть. Но, во-первых, за счет того, что у меня как бы угол камеры сильно изогнутый, вот эту часть я практически не вижу. Практически все здесь заслоняется. И оно уходит сильно назад, поэтому оно супер маленькое. Я не могу это рассмотреть. То же самое касается там крыши верхней части модели. То есть, я вижу только то, что находится вот здесь, вот в этой вот центральной части. И от этого получается, что рендер у вас как бы такой, ну, очень целенаправленный, скажем так, очень специфичный. А если мы ставим 20 или там 25, к примеру, то в целом, что здесь, то есть вот этот фрагмент сзади, он увеличивается в размерах. Он становится больше, он становится крупнее. И я вижу вот детали, которые находятся даже здесь, например. Вот, все детали видны, они более плоские становятся, и они все на переднем плане. То есть, таким образом, если ваша задача показать модель именно как на превью, то есть в портфолио, допустим, показать ее, всю детализацию вашей модели, то лучше использовать меньший угол обзора, потому что вы просто-напросто захватите больше деталей, которые вы добавили. Вот. Я думаю, про угол, наверное, здесь больше нечего рассказывать. Двигаемся дальше. Неэрплейн убирает у камеры на определенном расстоянии от нее некоторые элементы, делая их прозрачными абсолютно, то есть, ну, прям вырезает фактически их. Как вот в играх, например, как в Sims каком-нибудь, когда вы через стену смотрите или там через потолок. Нужно, опять же, например, когда вы рендерите интерьер, и опять же, когда у вас там Field of View, например, слишком низкий, но вам нравится угол обзора, и вы такие, блин, ну все круто, но вот этот вот кусок вот этого потолка мешается. И вы просто убираете неэрплейн, делаете поменьше, и у вас часть перед камерой, она просто исчезнет. Save Frame. Обязательный параметр, который нужно всегда поставить для того, чтобы понимать, что конкретно вы рендерите. И вот здесь вот у вас появляются две такие вот полоски. То, что цветное, то, что вот яркое, это то, что видит ваша камера, тот размер изображения, который вы реально получите. То есть, вот эту вот часть я не захвачу на мою картинку. И это очень важно, потому что, ну, блин, как вы поймете, что вы как бы реально получите в изображении без вот этой галки? Ну, это очень сложно. Типа, вы видите одно, а на деле получаете другое. Поэтому Save Frame ставим обязательно. Frame опастье, я думаю, здесь и так понятно. То есть, в принципе, можно поставить побольше, поменьше. Мне нравится вот что-то вот такого плана, когда это достаточно контрастно показывает, где конкретно граница моей камеры. А вот. Следующее. Ну, да, и при этом, чтобы я видел, что находится здесь, потому что иногда бывают такие ситуации, когда, ну, например, я рендерю вот что-то вот такого плана, например, и я понимаю, что вот здесь вот есть два вот этих вот болтика прекрасных, которые я тоже хочу захватить. Поэтому я лучше отдалюсь немножечко вот таким вот каким-нибудь образом, или подвинуть ниже, ну, или вот сюда вот перемещу камеру, чтобы у меня получилось, что все это дело захватывается. А вот. Я думаю, здесь разберетесь. Следующая вкладочка – это у нас Focus. Здесь очень такая сумбурная, на самом деле, штука. То есть, да, безусловно, полезная. Но, опять же, в основном для киношных целей, или для каких-нибудь там рендеров в движении. Или, например, чтобы сфокусироваться на конкретной части вашей модели. Если речь идет, например, о продаже 3D-графики, то, чем занимаюсь я, то моя задача показывать всю модельку, то есть, чтобы покупатель мог посмотреть на модель целиком. То есть, увидеть, что здесь у нее есть, и что здесь есть. Поэтому я, в принципе, Depths of Field пользуюсь крайне редко. Но иногда все-таки эта штука бывает полезной. Вот. И, соответственно, позволяет сфокусироваться на непосредственном каком-то фрагменте. Ну, или если вы, например, рендерите анимацию, опять же, какую-то динамику, и вам нужно сфокусироваться именно на конкретном предмете, то это вам очень поможет. Значит, здесь есть два вида. PostEffect и Raytracing. Опять же, Raytracing доступен в том случае, если у вас видюха с Raytracing. PostEffect позволяет использовать старые алгоритмы. Что лучше, пробуйте, экспериментируйте, потому что я пользуюсь и тем, и другим по настроению, скажем так. Мне кажется, что Raytracing все-таки более качественно выдает картинку, просто потому что здесь, ну, посмотрите, рассеивание идет прям классное. Размытие прям такое здоровское. Здесь все-таки, ну, это что-то такое прям вот, ну, намалевали, намалевали краской какой-то, как будто замазали там с водичкой и получили вот такую вот бурду. Вот. Ну, соответственно, вы спросите, как этим пользоваться? А пользоваться очень просто. Вот здесь у нас есть параметр, который позволяет увеличивать силу этого самого размытия. И по дефолту он стоит на каких-то жутких цифрах, которые размывают очень сильно вашу модель. Вот. Соответственно, для того, чтобы сфокусироваться на определенном участке, у вас просто-напросто вот сюда вот нажимаем, видите, рамочка такая вот с точкой. Нажимаем сюда и просто курсором перетаскиваем и кликаем на то место, на котором хотим сфокусироваться. Хоба! И он сфокусировался на вот этом участке модели. А далее с помощью вот этого ползунка мы просто берем и усиливаем или уменьшаем эффект. То есть, допустим, вот я хочу взять и его усилить, допустим, вот так. И вот мы видим сразу же, что вот у нас уже прорабатывается эта штука. То есть, вот здесь все размытое, а здесь четкий, допустим, вот участок. Или, например, наоборот, я хочу взять и вот здесь зафокуситься на вот этом месте. Все! Вот эта штука размытая, вот эта штука размытая. Здесь у нас фокус. а вот focus distance позволяет вам также смещать дистанцию фокуса то есть дальше или ближе в зависимости от того как вы вообще где находитесь но в принципе вот этой штукой точно так же вы можете спокойненько перемещаться по дистанции фокуса ну то есть он фактически вам просто ее и выставляет вот ну и собственно если raytracing поставлю то вот вы видите результат raytracing то есть то же самое давайте поставим максимум вот так размывается raytracing вот так размывается пост эффектом опять же я использую по настроению потому что иногда мне больше нравится вот этот вариант иногда вот этот смотрите сами думайте сами как вам больше нравится то и делать а вот все что остальное то есть принципе можете сами поиграться то есть здесь разные виды вот этого вот как бы размытие то есть как по каком по какой фигуре он будет размываться то есть допустим здесь стоит сокол изначально по кругу вы можете поставить 10 солид и он будет фактически создавать такую условно говоря десятиугольник такой вот который будет по углам это рассеивать грубо говоря но соответственно star какой-нибудь ну то есть разные виды вот этого рассеивания будут происходить я обычно не парюсь оставляю сокол и оставляю как есть ну и в данном случае я вообще выключу наверно depth of field потом мы наверное еще его включим посмотрим на финальный вариант и вообще этот параметр лучше настраивать в конце так же как и если вдруг вас что-то не устраивает то в рендере вот эти вот параметры там где raytracing настраивается и так еще раз камера двигаемся дальше флэйр ой флэйр позволяет вам создать ну такие как бы с блики от солнца как отражение такие когда вы как бы смотрите на яркий какой-то участок вашей модели в целом прикольно ну вот я больше предпочитаю это дело настраивать уже непосредственно в фотошопе либо еще круче можно настроить это в after effects поэтому я наверное сделаю отдельное видео то есть как настроить крутые флэйрсы либо же как их нарисовать у меня есть несколько пакетов флэйрсов которые я могу вам потом кинуть ссылочки на артейшн marketplace очень клевые штуки которые просто вы покупаете и забываете на всю жизнь как вообще вот это вот настраивается мне хватает очень нравится очень круто плюс более того фотошопе есть инструмент просто для настройки lens flares непосредственно там внутри самого него двигаемся дальше я здесь ничего даже трогать не буду то есть оставлю все по нолям и двигаться дальше вот следующее это у нас motion blur размытие в движении клевая штука которая реально круто работает но только в том случае если вы делаете анимацию в сцене вы даже не увидите разницы когда будете двигать вот эту вот штуку то есть даже если она максимум куда-нибудь его поставлю то разницы в движении не будет в сцене во вьюпорте он не отображается поэт но если вы сделаете анимацию например вращение вашей модели и подключите motion blur то у вас получится прям реально киношный эффект как будто бы ваша модель такая как бы ну вот она вращается и за ней след остается минимально видимый или если там машина едет то есть если вы делаете сильный motion blur то прямо от нее как бы след будет оставаться как будто она размывается в движении очень клевая крутая штука но опять же очень ситуативная то есть если у вас не видео если вы просто делаете статичное изображение отключаете эту галочку и нет мне заходить в этот в эту вкладку и дистришн это у нас штука которая позволяет добавить хроматическую оберекцию по моему так штука называется что это такое смотрите я добавляю хроматик оберекшен и у меня по краям изображения расслоение происходит на три канала на красный зеленый и синий если мы сюда с вами немножечко приблизимся и вот так вот допустим переместимся то мы увидим что вот здесь смотрите у нас синий такой слой потом красный зеленый если честно мне очень нравится эффект он создает такой как бы может быть глич какой-то настрой и может быть какой-то знаете динамик кто-то добавляет эффекту но очень аккуратно его используйте и используйте его в небольшом количестве то есть я сейчас даже много поставил на самом деле вот так вот так вот может быть еще нормально вот на самом деле вот что-то схожее у этого эффекта есть с виньеткой о которой мы чуть чуть позже поговорим а вот но и здесь вы можете также усилить или уменьшить влияние тех же самых каналов то есть допустим красного зеленого или синего которые будут сильнее или слабее смещаться вот вы прям видите должны как изображение сейчас у меня скачет туда-сюда вот собственно собственно давайте двигаться дальше дальше у нас идет такая вещь как пост процессинг пост эффекты и вот это самая наверное крутая вещь которая есть в рамосете с которой если вы научитесь работать то фактически вы можете сделать абсолютно любую сцену настроить ее как вам захочется и выглядеть она будет просто великолепно но для того чтобы с этим работать и настраивать уже не непосредственно постпроцессинг сначала стоит поговорить наверное все таки о разделе sky и накинуть текстуры на мою модельку для того чтобы она не была белой потому что в белом виде настраивать постпроцессинг ни в коем случае нельзя вы просто-напросто не поймете всю цветопередачу всю цветокоррекцию которая может с настроенным постпроцессингом смотреться абсолютно иначе с текстурами чем без текстур и поэтому сейчас я покажу как настраиваются текстуры в мармасет тулбэк на примере одного или нескольких материалов после чего ускорю видео просто и мы перейдем к следующему этапу и так чтобы настроить цвет для определенного участка вашей модели вам нужно выделить ее материал при этом заметьте что если вы кликаете по непосредственно модельки материал при этом который свойственен этой модели не выделяется то есть вы должны помнить какой материал принадлежит какой какому участку модели а еще лучше не помнить а просто называть их корректно и про это у меня тоже было целое отдельное видео итак начнем мы с вами с самого начала то есть у меня есть гилдер корпус сайт нажимаю на изначально albedo мы мне удобнее начинать с цветовой карты и я выбираю первую цветную карту опять же я видео про название рассказывал о том что я называю все материалы точно так же как и миши точно так же как объекты и точно таким же образом у меня называются и текстуры просто потом подписывается там бейс колор а о метал нас и так далее таким образом в том порядке в котором расположены здесь у меня материалы здесь в том же порядке будут расположены и текстуры если я допустим назначаю сюда текстуру то я буду знать точно что сюда в альбедо я буду кидать первую самую альбедо карту которая у меня есть в архиве закидываю сюда первую карту и вот собственно она и есть норму раф нас метал нас черненькая окклюжен окклюжен смотрите находится вот здесь изначально она выключена но подключить любую карту любой шейдер можно с помощью вот этого вот всплывающего окошечка стрелочки вниз вы просто наводите на окклюжен на стрелочку вниз нажимаете сюда и выбираете здесь окклюжен и у вас добавляется две карты окклюжен и кавитим и сюда и сюда можно закинуть карту ambient окклюжен и далее просто ее перенастроить и так окклюжен карта и в кавитим я тоже засовываю окклюжен но она как правило очень сильный дает эффект поэтому я уменьшаю параметр diffuse cavity и уменьшаю specular cavity после чего настраиваю их уже по мере необходимости настолько насколько мне кажется они должны быть настроены вот собственно здесь тоже самое в окклюжен я могу сильнее или слабее настроить влияние вот этого затемнения может быть я сделаю его поменьше но опять же мне нужно сначала накинуть все карты на всю модель целиком чтобы понимать где какие параметры мне настраивать достаточно будет настроить общую часть допустим там перед или там задом модельки для того чтобы потом выставить те же самые значения одинаковые на во все параметры окклюжен карты все остальные карты точно так же я могу подключить по желанию но в данном случае вот этого вот этого сета карт то есть нормал альбедо раф нас металл нас и окклюжен 5 карт которые в принципе составляют тбр сет больше и не нужно вот вы можете также включить и 20 металл нас если хотите и у вас добавится еще параметр specular который позволит сделать больше или меньше как бы вот этих вот светяшек таких ну то есть видите у вас как бы цвет он будет более рассеянный или менее рассеянные в определенных участках вашего вашей модель я думаю на других там участках которые более как-то предосположены к этому я отдельно остановлюсь покажу ну то есть вот видите вас фактически свет падает вот таким вот образом сейчас на эту модельку и он так прям рассеивается по ней либо же вы делаете меньше рассеивания и свет фактически не рассеивается по модели изначально кстати в металл нас карте этот параметр как бы выставлен на что-то среднее таким образом я оставлю наверное металл нас и меня устраивает обратите внимание на следующие два момента первое хотел бы указать на нормал нормал карта используется как об и джейль поэтому если вдруг вы загрузили сюда нормал карту и она у вас direct x вы увидите артефакты на вашей модельке то есть вы будете понимать что ваша модель она как бы выглядит не так как должна быть у вас как бы там те же самые там болтики например если вы запекали на нее они будут вывернуты в другую сторону ничего страшного если вдруг у вас как это смотрится вы всегда можете просто нажать кнопочку flip y и ваша карта превратится из direct x в панджейль короче flip y позволяет вам превратить одну карту в другую карту и еще момент что albedo вот здесь вот можно нажать настройку и у вас должна стоять галочка srgb color space это касается именно для base color а потому что без нее вас будет очень блеклое изображение то есть это не srgb цветовое пространство оно будет включать себя меньше цветов включаем галочку и не забываем что во всех base color картах у вас должна стоять srgb практически всегда когда вы загружаете base color карту то вот эта галочка стоит по дефолту но иногда бывает так что ну слетает допустим эта настройка или что-то идет не так и вы такие блин что-то очень блеклая картинка ну прям вот вообще блеклая меня она ярче проверьте вот этот параметр и все также здесь еще есть такой клевый момент как сабсурфейс скатеринг но наверно мы его рассмотрим чуть позже уже на другой модельки где он будет нужен необходим что ж дальше я займусь тем что просто загружу все остальные карты на остальные материалы и ускорю видео спонсоров у меня нет а поэтому что захочу то и буду рекламировать и сегодня хотел бы рассказать об игре little chefs которую создают мои студенты эти ребята закончили курс по разработке игр и 3d графики у меня и теперь вышли в steam с новым проектом это кстати уже не первая их игра и если вы хотите поддержать их и посмотреть чему они научились можете добавить игру в список желаемого скоро она появится в продаже но мы с вами продолжаем итак если мы посмотрим с вами на нашу модель то вы можете заметить что я оставил такую вещь как стекла в принципе у меня есть материал стекла но в мармасете есть встроенная очень классное стекло которое также можно будет модифицировать смотрите если вдруг вам нужна какая-нибудь карта или какой-то отдельный свой шейдер вы можете нажать вот на вот эту кнопку create a material from present и в мармасете есть несколько вариантов презентов которые позволяют вам создать уже готовый настроенный шейдер просто закинуть него карты а мы выбираем глаз и у меня создается материал стекла далее все очень просто я беру и перетаскиваю данный материал на тот меш который мне нужен данном случае на стекло при этом в любое его место и стекло у меня в общем то назначено следующая вещь которую я хочу сделать с этим стеклом это накинуть на него дополнительные карты в данном случае у меня есть альбедо карта для стекла осталось только ее здесь найти вот она глаз и мы видим сразу же что стекло получила все те цвета которые у меня отмечены на моем на моей base color глаз единственный момент что ваша base color должна включать в себя прозрачность если у вас нет прозрачности то будьте добры пожалуйста используйте вот этот параметр transparency мы его можем подключить здесь вы выбираете для стеклянных моделей полупрозрачных это дизер и для моделей у которых частичная прозрачность то есть ну либо она полностью есть либо ее там нет вообще то есть такие как например там трава какая-нибудь или декали те же самые мы можем использовать кат-аут в данном случае мне не нужно ничего выбирать ну то есть просто показываю что есть дизер вы подключаете сюда opacity карту и вот здесь канал меняете с альфа на р я честно говоря не знаю почему сделано именно так и почему альфа канал не считывается именно у opacity карты но как бы вы просто меняете ее на r и она работает корректно а вот то есть это просто обычная карта прозрачности черно-белая а вот ну в общем и целом поехали дальше далее у меня в принципе есть и normal карта для нее глаз normal глаз roughness просто сейчас мы посмотрим как это будет все вместе выглядеть до равны с металл нас металл нас в данном случае посмотрите здесь уже есть отдельный сет подключенных готовых шейдеров таким образом вы просто засовывайте в нужные вам шейдеры те карты которые у вас есть и они просто преображают то стекло которое в данном случае имеется металл нас карта у нас находится вот здесь металл нас это у нас вот класс это у нас что еще здесь можно отметить также вы можете подключить окклюжен карту она кстати неплохо передает а он на стекло если она у вас есть затемнение и посмотрите такой момент с параметром рефректив индекс изменяя рефректив индекс вы будете видеть то что отражается внутри при нулевом рефректив индексе у вас будет нулевое отражение то есть нулевое искажение отражения то есть таким образом вы будете видеть четко через стекло то как будто бы вот ну прям как будто она у вас не имеет какой-либо форму то есть вот прямое в целом наверное здесь в данном случае так и нужно оставлять то есть может быть чуть-чуть только преломить его еще одна крутая фича для стекла мармасета которая есть именно в мармасете это шейдер который называется newtons rings находится он прямо под рефлективити вот здесь вот под рефректив индекс клинаут клиркаут рефрекшен вот фиг выговоришь newtons rings выбираем его и у нас изначально как бы ничего не добавляется но если мы увеличим силу и посмотрим вот этот вот параметр фильм синтез то вы увидите как на ваше стекло добавляются особенно хорошо вот здесь видно добавляются такие радужные полоски и вы можете увеличивать вот этим вторым параметром их количество ну то есть в принципе их как бы величину и вот здесь вот силу то есть интенсивность вот этих самых полосок на самом деле очень круто это смотрится на большинстве видов стекла которые вы можете настроить вот ну собственно вот как бы вот такой вариант наверно получился мне не сильно нравится что стекло очень темное вышло поэтому может быть я еще с ним как-то поиграюсь может быть я попробую что-то сделать с байс калор картой а может быть я оставлю все как есть и просто мы продолжим дальше у стекла у нас еще есть такая карта как эмишен и такая же карта у меня есть вот это вот интерьера соответственно давайте настроим эмишен посмотрим какие варианты здесь есть значит у эмишен есть три разных типа шейдера эмиссив хит и флюоресцент если мы выбираем эмиссив то изначально ничего на модели не меняется и мы просто загружаем сюда карту эмишен которая позволяет добавить свечение тем частям которые на карте отмечены в данном случае светятся у меня мигалка и вот эти вот лампочки с помощью параметра intensity вы можете увеличивать или уменьшать силу интенсивность вот этого свечения тип хит чем больше вы делаете параметр intensity тем более ярким будет становиться вот этот ваш хит и чем выше вы будете делать температуру тем он будет становиться тоже более как бы накаленным то есть вы фактически накаляете вот так вот через температуру и через intensity вы управляете интенсивностью свечения очень крутая штука через нее можно делать очень крутую лаву прям обалденную расплавленный металл и все прочее но в данном случае это у нас обычное стекло и обычный свет поэтому мы воспользуемся третьим типом это флюоресцент в данном случае он как бы чуть более сильный скажем так что ли вот и как бы имеет некоторую область свечения то есть на самом деле если сравнивать эмишен и флюоресцент практически не видно разницы но флюоресцент он как бы более такой яркий более насыщенный получается мне больше нравится флюоресцент в большинстве случаев а вот но еще имейте ввиду что когда вы выбираете флюоресцент у вас сразу домешивается сюда еще один цвет color то есть он получается зеленый сохраню сцену на всякий случай что ж теперь давайте посмотрим с вами на следующий этап это настройку окружения для этого мы заходим с вами в sky и и здесь мы можем выбрать hd-ray карту в разделе image вот сюда вот загружается hd-ray карта что это такое и как она работает значит это карта окружения которая по-хорошему должна включать в себя всю информацию об источниках света самих ярких и темных пикселях которые находятся на ней и эту же информацию она будет передавать на вашу модельку от выбора правильной красивой hd-ray карты с хорошим освещением зависит наверное ну 60 а то и больше процентов результата то есть если вы выберете например для вот этой модели какую-нибудь зеленую карту то вся она будет зеленая и чтобы вы не делали с ней она все равно будет оставаться зелеными оттенками и это будет например ну не сильно хорошо смотреться как мне кажется для подобной модели я выбрал для себя несколько фаворитов фавориты эти находятся на сайте hd-ray heaven перейти к нему можно через polyheaven.com здесь вы можете найти бесплатные hd-ray карты бесплатные текстурки и готовые 3d модели и соответственно скачать их в огромных разрешениях там вплоть до 8k текстуры и там 24k я даже видел если не 32k сами hd-ray карты то есть на самом деле самый простой способ понять как работают hd-ray карты и какая именно цветовая палитра вам подходит кстати вот эта карта мне нравится несмотря на то что она прям желтым отдает но при этом она достаточно такая как бы интересная вот а вот мой фаворит вот это brown photo studio 02 мне она безумно нравится потому что она не выдает каких-то прям супер ярких цветов она белотемная то есть такая и у нее наверху есть вот эти треугольники которые создают контрастное освещение и прекрасно отражают вот это вот все в блестящих объектах я в последнее время использую именно ее и сейчас вот покажу несколько вариантов примеров карт как они выглядят и что они из себя представляют уже непосредственно в мармасете и так вот это вот фотостудия которая у нас используется сейчас мы ее не будем использовать и в целом она может быть и неплохая но требует очень детальной настройки плюс здесь есть вот эти вот несколько ярких источников света которые не сильно подходят всем моделям и так я нажимаю image и в разделе загрузок у меня есть несколько файлов допустим вот давайте посмотрим дембридж как будет смотреться вот эта штука честно я не помню что это за карта как она выглядит ага ну то есть вот она и вот мы видим как выглядит модель с этой картой чтобы повращать карту посмотреть сцену под разным освещением вы нажимаете и держите shift держите правую кнопку мыши и вращаете мышкой и вот у вас получается происходит вращение самой карты и всего освещения в целом также обратите внимание на такой момент когда мы заходим в освещение в sky мы можем кликать по самой карте и у нас будут создаваться источники света которые будут прямо располагаться в том месте в мире где бы он находился на вот этой вот hdri карте но учитывайте пожалуйста один такой очень очень важный момент что данные источники света они исчезнут как только вы перезагрузите карту только в том случае если вы не вытаскивали источник света например за пределы вашего sky то есть меняя sky меняется все освещение в целом бывает так что вы например создали красивое освещение и вы не хотите его менять и хотите оставить его на других картах также окей вы просто выделяете все источники света и перетаскиваете их в какое-то другое место а если они сформировались у вас в какую-то уже группу то вот здесь есть папочка которая позволяет создать именно группу и сгруппировать туда все что вам нужно все что вашей душе угодно я вытащу отсюда допустим sky и допустим перемещу сюда вот эту лампочку и все вы можете отдельно выключать группу со светом и отдельно управлять вашим небом как-то так давайте я удалю это дело поставлю какой-то источник света и немножко покручу карту покажу как выглядит моделька с ней приятное освещение мне нравится следующий вариант small empty room 3 использую я кстати самые большие разрешения карт то есть 16к получается в данном случае некоторые из них 24к некоторые из них там ну максимальный размер который доступен на этом на поле то есть вот здесь вы выбираете какой размер вы можете скачать тут вот 16к например там у каких-то карт бывает разрешение еще больше вот это мне кажется достаточно яркой в целом в меру контрастной если я поставлю сюда источник света то ну мне кажется это слишком ярко конечно ее можно уменьшить яркость ну прям очень такой контрастный свет получается это мне карта уже нравится меньше давайте посмотрим например ту же самую brown photo studio и собственно этот вариант освещения тоже требует корректировки то есть в данном случае нужно будет уменьшать сильно яркость и играть с параметрами внутри мейн камер в постпроцессинге до которого мы еще с вами дойдем соответственно если я сюда поставлю источник света то это в целом выглядит неплохо ну то есть в целом оно даже прикольно смотрится для ночных контрастных сцен очень даже неплохо в данном случае вот неплохая карта например если я захочу отрендерить эту модельку в ночном виде но давайте я все-таки вернусь к дембридж она мне прям понравилась она мягкая давайте попробуем сделать вот так и поставить источник света куда-нибудь вот сюда например вот как-то вот так теперь что касается источников света вообще по классике когда вот если вы посмотрите допустим туториалы как устанавливать свет как правило ставится два источника света которые ставятся вот ну вот примерно вот как-то так один из них окрашивается в чуть желтенький другой из них окрашивается в чуть голубенький и это правильная схема но опять же она не подходит всем моделям абсолютно в данном случае у нас модель которая рендерится на открытой местности и такая схема она подразумевает что вы рендерите вашу технику объект какой-то в атмосфере и да это клёвая тема то есть вообще синий и желтый они прекрасно сочетаются между собой и получается такой как бы с одной стороны холодный с другой стороны теплый свет вот при этом синего может стоит сделать побольше к примеру вот но иногда опять же все зависит от того для чего вы планируете рендерить вашу модель иногда вам нужно именно показать что вашу модель абсолютно со всех ракурсов чтобы она примерно одинаково была освещена везде тогда возможно стоит остановиться чисто на белом освещении соответственно здесь нужно опять же экспериментировать то есть вот смотреть как она в принципе выглядит следующий очень важный момент это тени вот у вас допустим есть источник света который дает вот такие вот тени и тени жесткие мне например ну абсолютно не нравится в мармасете есть опция диаметр то есть настройки непосредственно света самого то есть вот мы из нашего sky перемещаемся уже непосредственно в свет который мы создали изначально кстати весь свет здесь имеет directional структуру то есть это направленный свет как солнце который имеет какую-то точку и как луч направляется в одну сторону и рендерит направляет все свои лучи в одну сторону с одной стороны модель освещена с другой нет соответственно если вы повысите этот параметр шейп диаметр то вы будете также размывать и тени посмотрите вот у нас тень была вот такая вот жесткая мы повысили чуть-чуть параметр оп и тень размылась и при этом пикселизации никакой не видно это круто это прикольно на самом деле чуть-чуть размывать тени это очень прям приятно получается сразу же глазу и как мне кажется это важно делать в большинстве моделей дальше что еще есть прикольного именно у света у света есть яркость ну ясен пень как бы отвечает именно за яркость вашей модельки за яркость именно того света источника который он отбрасывает температура ну цвет мы уже разобрали скажем так цвет вы можете поменять у источника света сделать более синим его более там желтым красным и так далее какой вы хотите придать вашему источнику света температура очень крутой клевый параметр который позволяет вам придавать определенный мотив скажем так то есть вот у вас смотрите чем ниже вы ставите кельвин тем более желтым таким рыжим будет становиться изображение красным и чем выше вы поднимаете кельвин тем оно будет становиться более синим то есть это как раз таки будет влиять на теплоту вот этого вот источника света я верну пожалуй обратно сейчас мы не будем использовать температуру для данного источника света но я повышу яркость опять же то что вы сейчас настроите оно возможно поменяется буквально через пять минут просто по той причине что вам придется еще и настраивать сейчас постпроцессинг мы сейчас к нему перейдем это целый глобальный такой этап который обязательно нужно настроить и нельзя ни в коем случае пропускать вот что еще здесь есть диаметр посмотрели кельвин посмотрели лэнс флеерс отбрасывает опять же вот эти флеерсы ну я еще раз говорю я не любитель флеерсов где-либо в какой-либо программе стараюсь накидывать их либо в фотошопе либо соответственно в афтер эффекте результат получается прям супер круто супер крутой потом покажу собственно здесь наверное все то есть больше здесь особо настраивать то и нечего ну и к с шедус если вы отключаете вообще галочку к с шедус то тени этот источник света не отбрасывает в принципе то есть нужно в том случае когда вам нужно тупо опять же осветить какую-то часть модели прям супер темный участок получился вы просто добавляете сюда источник света который это дело исправляет а вот я сделаю небольшое размытие теней но все-таки их оставлю что касается второго источника света давайте посмотрим что он делает я могу его поставить вот таким образом чтобы он создавал контраст то есть вот прям вот сильно так хорошо освещал вот здесь сцену и получалось прикольно я могу также поставить третий источник света снизу который будет именно давать больше света вот этим затемненным частям сейчас посмотрим как это будет смотреться и будет ли это от этого вообще какой-то смысл так третий источник света чуть ярче его делаем и отключаем тени и вот он вот таким вот образом нам может как бы помогать но честно говоря вот мне нравится как вот здесь получается оно но мне не нравится как оно в других местах получается может быть стоит его немножко наклонить да вы можете просто выделить источник света включить инструментом вращения и тупо использовать вращение этого источника света так как вам нравится еще один важный момент который дает свет это вот эти блики блики в принципе очень важны для любой модель потому что они и украшают от этого модель становится интереснее прикольнее вот соответственно здесь в данном случае наверное я сделаю поменьше цвет чуть больше у него диаметр диаметр также кстати влияет на размер блика вот так давайте попробуем оставить то есть буквально чуть-чуть он светит но практически ничего не делает ну и теперь мы с вами перейдем сейчас к следующему этапу это соответственно постпроцессинг опять же скорее всего я поменяю еще свет и буду добавлять его либо редактировать то есть что-то у меня будет добавляться здесь следующее это постпроцессинг находится он в камере нажимаем мейн камера переходим к параметрам постэффект как я раньше говорил настраивать их можно уже после того как вы настроили все текстуры закинули сюда вот все шейдеры как бы и все у вас уже цветное первым делом что вам нужно сделать это понять какой тунмаппинг вы хотите использовать вообще что это такое это как бы базовый режим рендера смотрите linear это прям стандартный режим рендера который в целом ну ничего такой но мне кажется что вот остальные могут быть поинтереснее Reinhardt смотрите сразу разницу было linear Reinhardt оно делает как бы изображение более таким мягким и чуть-чуть высветляет все то есть оно становится такое менее контрастное сильно меньше контрастное теперь хеджи хоба изображение стало темным прям сильно заметно все стало темнее как будто бы просто наложили фильтр черный такой и кинули ему прозрачность такую и окес то же самое но изображение стало сильно контрастнее на выбор вашего вот этого вот типа рендера влияет все дальнейшее потому что вот если вы выбрали окес то вам нужно обязательно увеличивать экспошуру и играться с остальными параметрами настраивая все таким образом чтобы у вас вот эта чернота она не выглядела прям супер черный мы сейчас рассмотрим все эти остальные эффекты то есть как что что за что отвечает вот ну то есть можно из окес выжать прям сочную такую картинку вот я наверное для этой модели даже хеджи буду настраивать потому что опять же с окесом она будет слишком контрастная а с хеджи все таки вот она как-то прикольнее получится дальше экспошура параметр общей яркости вы можете его увеличивать или уменьшать и он отвечает за как бы вот это вот дополнительное нанесение яркости на вашу картинку и очень важно золотую середину найти с ним дальше highlights высветляет яркие места вашей сцены белое становится еще более белым желтое яркое становится более желтым белым все остальное остается самим собой как правило вот эти вот три параметра то есть тоже самое касается mid tones это средняя тона тоже сделает их более светлыми белыми такими блеклыми либо соответственно более темными и shadows тоже самое касаемо темных именно не теней а именно темных частей меша вашего я думаю что вот здесь очень важно не напутать и выбрать опять же золотую середину их обязательно нужно от стандартов отгонять то есть как правило то что и вам дает в начале это да это середина но если вы добавите допустим highlights то у вас получится более интересное изображение более интересный результат чисто за счет того что у вас вот эти вот яркие места они будут контрастировать с темными местами и добавьте убавьте shadows и они сразу же будут у вас вот он контраст пошел вот уже что-то интересно но сейчас шеду слишком много не прям слишком темные темные настолько темные что не видно детали вот таким вот образом я как-то буду это дело подгонять настраивать ну и mid tones мне нравится mid tones сделать поменьше в данном случае вот то есть на самом деле идеальный какой-то вот золотой настройки для всех моделей вот прям сцены куда ты закидываешь модель и она будет идеально смотреться везде такого нет я каждой абсолютно модели перенастраиваю по чуть-чуть tone mapping то есть что-то вот настроил сцену плюс минус но потом каждой модели настраиваю потому что где-то например вот mid tones слишком много или слишком мало или где-то тени слишком темные или наоборот она настолько темная вот модель что ну прям них нифига не видно и приходится чуть-чуть делать ярче clarity позволяет вам посмотрите внимательно здесь вот как раз очень видно на мосту на мост смотрим увеличить яркость и четкость мелких деталей супер крутой параметр который я вот как только он появился появился он буквально пару версий назад мармасета я как правило выкручиваю выкручиваю на максимум потому что он позволяет именно видеть всю детализацию вашей модели и в том числе посмотрите стали видны полигоны которые стали торчать без clarity полигоны не сильно бросались в глаза сейчас они прям бросаются вот она такая тынь тынь структурка к полигонажу мы вернемся чуть-чуть позже вот давайте досмотрим вот этот параметр контраст контраст в мармасете мне определенно не нравится почему да просто потому что ну он слишком мощно выдает сразу же сам себя то есть я чуть-чуть буквально увеличиваю контраст и сразу все становится черным при этом контраст sender я могу уменьшить то есть вот контраст sender следующий параметр он отвечает как бы за порог вот этого контраста насколько сильно он будет детально он будет увеличивать всё равно вот я вот я чуть-чуть я хочу сильнее сделать контраста а он уже делает какой-то перебор если я еще буквально чуть-чуть увеличить вот это нормальное настройки DPII допустим мне примерно нравится то что вижу сейчас на сцене. Saturation. Супер-мега важный параметр, который выкручивается либо на 1.1, либо на 0.9, как правило. То есть, вот в этом диапазоне эта штука работает. Ну, либо оставляется единицей. Все зависит от того, насколько ваша модель яркая и насколько в ней много ярких элементов. То есть, если вы делаете какую-то сцену более блеклую, выкручиваем Saturation на поменьше и у вас получается типа черно-белое изображение. Если у вас модель планируется как будто бы яркая, но цвета на самой текстуре, например, получились блеклыми. Вот, к примеру, запеклись они так. Вы можете всегда увеличить Saturation и сделать его чуть-чуть побольше. То есть, вплоть до 1.2 даже, например. И видите, уже перенасыщение пошло по Saturation. В данном случае мне это не нужно. Я оставлю Saturation на единице. Но, вообще, имейте ввиду, что, например, на мультяшных моделях Saturation я практически всегда выкручиваю на 1.1. Sharpen. Крутая вещь. Очень полезная. Позволяет добавить, опять же, жесткость всем вашим полигончикам, граням, линиям и деталям текстуры. То есть, все острые части, все какие-либо грани будут у вас как бы выделяться. То есть, вплоть до обводки что-то получается такое. Вот. Сильно много делать нельзя. Сильно мало, но оно будет скучно. Я обычно выставляю... Вот здесь лимит стоит на 0.23, как правило. Вот я ставлю чуть-чуть выше лимита. Если вы сделаете слишком много, вот, например, вот столько уже, то вот в этом месте я вижу косяк. Я вижу, что уже пошла какая-то линия, которая трескается как бы... Ну, вот это прям явный артефакт. Вот. Поэтому я уменьшаю это вот так вот этой линии. Вот так вот ее нет. Вот так вот ее еще нет. А сама модель стала детальнее. И вот смотрите, уже прикольный как бы результат. То есть, вот уже выглядит это клево. Следующий это Bloom. В данном случае Bloom... Ну, может быть, мы чуть-чуть его, конечно, добавим. Ну, то есть, что такое Bloom? Вот. Bloom – это размытие ярких элементов вашей модельки. Вы добавляете Brightness, и он у вас как бы становится более таким ярким. И с помощью Size вы можете уменьшить или увеличить количество вашего Bloom так же, как это делали с AO-картой. Я уменьшу чуть-чуть вот так вот, наверное, вот сюда. И у нас получается... Ну, вот в этой модели я не вижу смысла делать много Bloom. Потому что это Hard Surface. Это техника. Это инженерия. Опять же, была бы персонажка, я бы сюда Bloom нафигачил много. Но с техникой, ну, это будет странно. Виньетка – супер-мега важный параметр, который всегда выкручивается на достаточно сильно, практически вне зависимости от той сцены, которая у вас есть. Softness позволяет регулировать плавность перехода этой самой виньетки. То есть, что такое виньетка? Это затемнение по краям определенного цвета. Если вы выкручиваете ее на максимум, на два, то у вас получается вот такое круглое затемнение. Ну, это выглядит странно и мультяшно, поэтому... Но вот таким вот образом, если вы сделаете, то есть, вот так, например, это будет создавать уже ощущение какого-то такого как бы стягивания экрана. То есть, фактически, с помощью виньетки вы говорите, сюда не смотри, вот сюда смотри. Вот в центр смотри, там где вот детали, там где красивое все. А сюда вообще не смотри, глаза, здесь как бы затемнение какое-то идет и все. И уже приятно на это смотреть. То есть, вы обращаете внимание, так или иначе, сразу на вот эти вот какие-то основные элементы. Более того, виньетка затемняет не только фон, но и саму модель. То есть, таким образом, она кладется поверх вашей модельки, поверх всего. И это тоже очень важно, очень круто, потому что, опять же, ну, вам не нужно или вам, вот в данном случае, моему покупателю, не нужно смотреть на какую-нибудь опору моста. Ну, зачем ему ее рассматривать, если я потом отдельно сделаю красивый рендер отдельно опоры. Смотри на экран, смотри вот сюда. Соответственно, как бы, виньетка его перенаправляет взор на вот это место. При этом она, как видите, ну, она не убирает какие-то детали. Она не работает так, как блюр. То есть, она не смазывает ничего. И это очень крутой инструмент, который важно использовать. И еще одна крутая фишка, которая здесь есть, это грейн. Грейн – это шум. Если мы добавим сюда с Off, например, на Fill, то мы увидим вот такие вот, сейчас я сделаю его большим, вот, и вы увидите. На изображении появляются такие, как бы, артефакты. То есть, все изображение превращается в точечную структуру. Вот, похоже примерно на то, что мы видим, когда перемещаем камеру, там, вращаемся и точками выстраивается у нас Ray Tracing. Крутая вещь. Почему? Да просто потому, что, ну, вот если Intensity увеличу, то мы увидим вот этот шум. Крутая вещь, потому что мне нравится выражение «Дьявол кроется в деталях». И как раз таки с помощью вот этого грейна вы добавляете деталей абсолютно на весь ваш меш, вне зависимости от того, насколько он у вас там грязный, детальный, недетальный и так далее. То есть, даже если у вас есть какая-нибудь там, ну, не знаю, roughness card, которая добавляет сюда грязи, от грейна хуже она не станет. Она станет, наоборот, немножечко разнообразнее и детальнее. Исключение, когда грейн ни в коем случае не нужен. Я, кстати, обычно ставлю там Medium или Fine, вот так вот, чтобы он был мелкий. Вот. Исключение, когда грейн не нужен, это когда вы рендерите идеально чистую сцену, там не нужен грейн, потому что это новая модель и это товарный вид, скажем так. В данном случае грейн, наоборот, добавляет какой-то вот живости в вашу модель. Более того, если вы делаете анимированное изображение, то есть Animated Preview и возможность, в принципе, добавить вот такое вот, как бы, копшение этого грейна. То есть они, каждая вот эта вот штучка, каждый вот этот вот пиксель, он будет, давайте я увеличу еще раз, он будет постоянно вибрировать, постоянно перемещаться с места на место. И от этого будет создаваться живость картинки. То есть у вас уже, глядя на эту картинку, кажется, что вот кран этот, только вот еще чуть-чуть и он начнет работу. Поедет сейчас, начнет вот мост ставить, класть, потом поедет еще куда-то, конструкции будут смещаться и так далее. Вот, то есть уже как будто бы вот-вот и сейчас начнется анимация. На статичной картинке, понятное дело, вы этого не увидите, но когда вы делаете, например, видео превьюшку вашего изображения или тернтейбл, очень приятно, на самом деле, наблюдать вот этот вот низкий уровень этого грейна. И еще крутая вещь, как Dirt. Dirt позволяет добавить артефакты на вашу картинку. Если я отключу Animate Preview и еще раз его включу и отключу, то, может быть, мне повезет поймать какой-нибудь из этих дертов. Ну, вот где-то здесь вот он был. Dirt Density. Вот. Ну, давайте вот так вот сделаем. Dirt Density. Будем менять. Вот. И вот, если вы посмотрите сюда, вы увидите вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот какие-то такие артефакты на пленке как бы появляются. Как будто бы это реально старая пленка. То есть, какие-то обрывки, какие-то волоски. Это очень полезная фича, вот эта Intensity Dirt, для определенных старых моделей. То есть, как я уже приводил в пример, у меня есть тяжелая артиллерийская пушка Dora, самая большая в мире пушка от времен Второй мировой. как раз таки я ее рендерил именно под фото. Или, например, та же самая ядерная бомба. Тоже самая старая модель, как будто это архивное какое-то фото и вы хотите вот такое фото сделать. Вот. То есть, рендер вот такого плана, он выглядит уже как какая-то фотография, ну не знаю, там 80-х, 90-х годов в цвете. А если вы еще и Saturation в минус выкрутите, то получится как раз таки вот вам и старое какая-то фото. Только здесь контраст надо еще будет менять. То есть, больше контраста и у вас получится как раз таки прям прикольное такое старое фото. Вот. В данном случае я не стремлюсь сделать какое-то старое изображение, старое фото данной техники. Поэтому я уберу Dirt Intensity и сделаю Grain не Fine, вернее не Cores, а Fine. Вот так. И Intensity сделаю поменьше. Ну, то есть, хоть что-то вот такого плана. Вот. Ну, Animated Preview, соответственно, я убираю опять же, потому что сейчас видео я рендерить не буду. Возможно, мы затронем это, но это будет немножко позже. Так. Двигаемся дальше. А дальше мы двигаемся с вами к такой вещи, как, значит, давайте еще раз немножко поговорим про Sky. Sky и Main Camera связаны одним единственным параметром. Это Exposure. То есть, здесь это Exposure, которая отвечает за яркость, а в Sky это Brightness, которая отвечает за яркость вашей HDR-карты и общую яркость фона. Ваша задача сделать так, чтобы вот этот вот Brightness здесь и яркость Exposure вот здесь были в гармонии. Не было пересвета. Если вы получаете пересвет и видите, что какие-то места слишком яркие, вам нужно где-то уменьшить яркость. Возможно, если какое-то одно место, например, супер яркое, вы можете уменьшить Highlights вот здесь. То есть, например, вот здесь супер ярко. Окей. Я его, если увеличиваю, получается мега ярко вот здесь. Я уменьшаю его и получается уже хорошо. Оп. Вот уже выглядит неплохо. Вот. Ну, может быть, даже чуть-чуть побольше, чтобы было чуть больше контрастности. Вот так. Вот. В целом, меня сейчас картинка устраивает и выглядит это уже прикольно. Еще важный момент. Значит, я говорил вам про то, что когда мы настроили Sharpen и вот этот вот Clarity, у меня стали видны полигоны заметные. Соответственно, если вы делаете модельку под Subdiv, то есть, если в Blender вы можете накинуть на модель модификатор Subdivision Surface и она без ошибок у вас подразделится, то то же самое вы можете сделать и в Marmoset. Но только здесь это называется не модификатор, а вы просто выделяете нужный вам фрагмент меша и нажимаете галочку Subdivide. После чего ваш конкретно выбранный меш подразделяется. Его полигонаж увеличивается и, честно говоря, я не заметил, чтобы это как-то сильно влияло на производительность. Давайте попробуем сейчас увеличить вот это вот сглаживание для всех моделей, которые у меня здесь есть. Давайте сравним. Угловатости. Subdivision Level 2. Угловатости практически нет. Ну, вообще я, например, не вижу. То есть, идеально ровный круг вот здесь у нас. Вот так, наверное, я даже выставлю свет специально, чтобы он у нас как-то вот так падал. Вот. Что еще у нас дальше? Давайте колеса. Кстати, колеса здесь хайпольные и лоупольные. Я в ускоренном видосе не останавливался на этом моменте, но я специально сделал два вида колес для этой модели, потому что хайполь колеса весят больше половины от полигонажа общего всей модели. Поэтому есть еще лоуполи версия с запеченными колесами, на которые я, кстати, по-моему, кинул неправильную карту. Нормал карту. Бридж вот сюда. И колеса нормал у меня вот эти. Да. Вот. И видите, сразу же появился у меня здесь протектор, и все стало хорошо, и все выглядит теперь замечательно. Вот. Ну, соответственно, я, так как моя моделька в целом позволяет мне отрендерить ее в таком высоком разрешении, я вполне могу остановиться на таком варианте. Вот. На хайполь варианте. И даже могу его еще и подразделить. Будет нормально смотреться. То есть вот у нас подразделенный вариант, не подразделенный. Да, это смотрится лучше. То есть, смотрите. Чуть-чуть ждем, и они сглаживаются. То же самое я сделаю сейчас для всех мешей. А теперь давайте посмотрим. У нас в сцене сейчас 6 миллионов полигонов. Я могу вполне спокойно и живенько ее вращать. Без какой-то просадки файлов этих, просадки фпс. То есть, я не чувствую никаких лагов вообще. То есть, в этом плане мармасет очень крут, что я могу прямо в нем подразделять модельку, накидывать сюда так называемый SubDIF и от этого производительность вообще никак не страдает. При том, что у нас уже настроен постпроцессинг и при том, что у нас уже есть освещение и как бы сама моделька изначально имела полтора миллиона полигонов. Это круто. Двигаемся дальше. Дальше у нас, соответственно, с вами про что я хотел поговорить-то. Давайте поговорим еще про Sky. Включим Sky и посмотрим нижние параметры вот этого Sky. Значит, у нас есть такой раздел как Mode. У нас есть раздел Color, который позволяет просто установить базовый цвет на фон. То есть, в случае, если у нас есть какой-то шаблон, например, мы делаем какое-то изображение для сайта. И у нас есть четкое изображение фон сайта. Допустим, там, не знаю, белый, темный, синий, ярко-зеленый. И мы хотим следовать конкретному шаблону. Просто ставим сюда, выбираем цвет. И в RGB, допустим, или в hash, как он называется-то, hash-код вашего цвета, вводим этот цвет и все. И у нас получается нужный нам цвет. Второй вариант это Sky. Sky отображает полностью ту HDRI-карту, которую мы загрузили. И моделька будет смотреться прикольным образом вот так вот в реалистичной среде. Но в большинстве случаев это очень бесполезная фича, просто потому что угол перспективы вот здесь вот в самой сфере, в самой HDRI-карте и угол наклона камеры у вас практически всегда отличаются. А настроить все таким образом, чтобы оно прямо вот красиво смотрелось и тут и там, ну это практически нереально. Поэтому Sky используется крайне редко. Blurred Sky. Уже прикольная вещь, которая позволяет вам сделать тот же самый вид фона, но немножечко его размыть. Честно говоря, мне не сильно нравится эта идея. Ну то есть здесь вот есть background blur еще такой параметр, который позволяет вам управлять этим самым размытием. Идея норм, но мне не нравится, как это выглядит и как это реализовано. То есть такое ощущение, что размытия не хватает параметров, например, размыть по вертикали, размыть по горизонтали и так далее. То есть он просто делает размытие по гауссу. И от этого, ну как бы, получаются вот такие контрастные непонятные как бы штуки на фоне. И Ambient Sky очень клевая вещь, которая просто берет и размывает максимально все то, что есть на фоне, смешивая все цвета. И получается очень плавный переход между цветами. В итоге у нас вот здесь вот как бы вот эта темная часть дорога, грубо говоря, а вот здесь вот кусочек светлого чего-то. И он плавно переходит от темного к светлому. И вот это уже гораздо более интересный вариант, потому что здесь можно настроить и найти интересный неоднородный фон. И вот это круто. Также с помощью Background Brightness вы можете просто взять и уменьшить яркость фона, не меняя при этом яркость самой картинки. Кстати, вот я смотрю сейчас и мне не сильно нравится, например, параметр вот этого вот грейна. Он слишком яркий у меня этот Intensity. Я его уменьшу до вот таких каких-нибудь значений, наверное, вот так вот. Вот, отлично. Вот это было бы супер. И сохраню на всякий случай сцену. Ну мало ли вдруг у меня будет вылет. Так, вернемся к нашему Sky. Значит, теперь давайте немножко поговорим про фон. Какой вы лучше выбрать цвет на фон? Два беспроигрышных варианта, которые всегда просто сделают любой ваш рендер идеальным, шикарным, это, конечно же, черный и белый. Либо серые оттенки. То есть, черный просто убивает все лишнее и заставляет вас или там зрителя фокусироваться на вашей модели. Все круто, все здорово, все прекрасно. Белый позволяет то же самое делать, но, соответственно, добавляет вот такой яркий-яркий контраст на фон. Супер белый мне не сильно нравится, вот такой вот яркий белый, просто потому что он слепит глаза. И, ну, это немножечко неприятно уже даже становится. А вот какие-то подобного плана серые оттенки на самом деле выглядят очень круто, потому что они, во-первых, а, неоднородные, б, они приятные, и, с, они создают контраст. Например, здесь я бы отказался в данной модели в пользу серого от черного, потому что в данном случае вот тут в местах колес мы не видим абсолютно ничего. То есть, черный сливается с черными колесами. Будь у нас побольше контрастности, я бы выбрал черный цвет. Но сегодня я выберу серый, причем, наверное, вот какого-нибудь такого плана светло-серый. Вот. То есть, здесь в данном случае у нас контрастирует серый с сваями, серый с колесами, серый с желтым. И сочетается все очень даже красиво. И вот уже получается какой-то красивый рендер, который можно сделать и уже выложить на ту же самую арт-танцию. Что можно добавить сюда еще? Еще можно добавить такой прием, как источник света сзади. Мы добавляем еще один источник света. Кстати, вы можете просто вводить мышкой по небу и будете видеть, где этот источник света располагается. И он как бы встает. Поставлю его вот здесь. Мне, кстати, очень нравится на самом деле вот то, что он дал сейчас вот такие вот отражения, как бы вот здесь и здесь. И давайте посмотрим, что будет, если я увеличиваю яркость. Ну, а, это не он, извините, этот нам не надо трогать. Здесь, кстати, есть такая штучка, как замочек. Вы можете просто нажать на замочек и все параметры объекта заблокируются. Вы не сможете менять, допустим, те же самые параметры света, которые уже настроили. Допустим, здесь. То есть, если я увеличу здесь яркость света, то, ну, это уже плохо. А вот так немножечко добавить яркости вот этих бликов вот сюда будет круто. Мне нравится. Давайте еще добавим источник света, который будет именно что бить сзади. Наверное, здесь. И увеличим яркость. Если я не угадал, то мы можем просто-напросто взять и повернуть, опять же, этот источник света всегда вот здесь, используя те же самые. Ага. Вот так. Это он бьет у нас вот отсюда, не оттуда. То есть, как-то так. На самом деле, вот что-то, наверное, такого плана. И я бы его повернул еще вот так. Так. Так, так, так. Нет, наверное, вот отсюда он должен бить. То есть, вот так сзади. И по Y получается его проворачиваем. Ой. Не очень удобно, конечно, что я не вижу сам источник света, чтобы он не визуализируется у меня. То есть, visible shape ничего здесь в данном случае не дает. То есть, я фактически работаю вслепую. Вот этого немножко не хватает. Короче, я хочу, чтобы он вот сзади, вот оттуда прямо бил на нас, был направлен прямо на модель и освещал ее немножечко сзади. Вот примерно такой эффект как-то колесок я сейчас получил, но я хочу получить вот оттуда. Нет, я не вижу конкретно, где находится этот источник света. А, он находится снизу? Серьезно? Вот так, ну да, он уже снизу. И Z ось, на самом деле, очень сильно путает еще. Здесь нужно как-то настроить так, чтобы оно прямо вот... Ну, давайте попробуем вот так, поворачиваем еще чуть-чуть и... Здесь, на самом деле, очень сложно это настроить, потому что модель... Ну, вот, вот, вот так вот я хотел как-то сделать. И, наверное, чуть повернуть. Вот что-то такого плана. Может быть, даже отключить у него тени. Нет, здесь нельзя отключать тени. Вот. И можно сделать его желтым. В чем фишка? В чем, как бы, прикол, чего я хочу показать? Что я хочу вам показать? Если мы сделаем темный фон и добавим вот именно черный фон и добавим такой контрастный свет, то у нас получится как будто бы... Вот этот источник света, он как бы освещает сзади модельку и добавляет такие прям очень контрастные яркие лучи линии сверху, снизу, по бокам модельки. То есть, вот прям обводку. Ну, у такой модели, наверное, не получится сделать такого эффекта по одной простой причине. Она не однородная. То есть, опять же, если бы она была гладкая, это было бы хорошо видно. Здесь она из гладких элементов только вот свая на самом деле. А все остальное, оно имеет какой-то рельеф, контрастность. То есть, такие вот прям переходики. Поэтому не получится, наверное, сделать вот именно тот самый эффект, про который я говорю. Мне нравится на самом деле то, что получается, если я добавляю сюда желтый, вот этот вот оранжевый. Он освещает вот эти внутренние части и это выглядит круто. Я уменьшу его яркость. Ставлю чуть-чуть этого оранжевого. Просто мне нравится сама идея вот этого оранжевого на фоне. Вот. Что дальше? А дальше вы можете добавлять много источников света. По сути, столько, сколько вы хотите. И направлять их так, как вам нравится. Экспериментировать и смотреть, что получится с вашей сценой. Но я считаю, что, например, в моем случае, здесь источников света достаточно. Ну, то есть, вот смотрите. Вот здесь это выглядит гораздо интереснее, чем вот так. Здесь скучно. Просто какая-то тень и все. А тут уже какая-то идея, что вот оттуда падает свет, что вот она вот тень от этой балки выходит какая-то. Может быть, чуть-чуть повернуть стоит. Опять же, HDR-карту и все остальное. То есть, смотрите внимательно на то, что вот здесь образуется у вас на местах ваших балок, сваи и так далее. Вот. Кстати, я заметил, по-моему, вот здесь есть растянутая текстурка. Да, она прям совсем растянулась у меня. И это надо будет тоже поправить. Раз у нас стрим длинный, давайте, наверное, сразу же покажу, как быстро это можно поправить и как это легко делается и смотрится в мормосете. Значит, это не та модель, это уже готовлю я модель без... Как это называется-то? Короче, она будет без моста, чисто одна, только лишь мостокладочная машина. Итак, выделяю вот эту часть, вот этот меш. Смотрим на него, как это выглядит в текстурках в rendered view. Этот фрагмент видео мы ускоряем. Этот фрагмент видео мы ускоряем. Кстати, что касается версии Blender. Вот я использую 2.79b для подготовки модели. Именно самим моделированием я занимаюсь в новых версиях. Сейчас уже вышло 4.01. Соответственно, в них моделить прикольно и комфортно. Что касается подготовки, мне гораздо удобнее готовить модель именно в старом Blender. Во-первых, потому что он стабилен и вылетов здесь вообще не бывает. Я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы вылетел здесь Blender. Не считая тот случай, когда мы накидываем просто безумный уровень SubDiv и думаем, что да, SubDiv 10 сработает на модельке и отобразится. Нет, конечно же, без таких бредовых идей. Во-вторых, потому что мне нравится интерфейс старого Blender. Я не знаю, мне прям по кайфу смотреть на то, как они его сделали. Он крутой, он реально приятный. В новом, да, прикольно. Так, а у меня здесь просто-напросто сместился кусок этой UV и его надо поправить на нужное место. Оп, вот так вот. Ага. Так. Вот. Мы просто берем и правим его вот сюда. И этот, соответственно, вон туда. Другой вариант. На самом деле, на самом деле, мне, в принципе, без разницы, как эта штука будет у меня здесь выглядеть. Поэтому я могу взять и поставить, например, разместить данный кусок UV вот сюда. Текстель здесь одинаковый. Да, здесь текстель одинаковый. Что здесь, что здесь. Соответственно, я просто могу поместить его в любое место. Например, вот это вот сюда. А вот это вот сюда. Вот так. И будут у меня два кусочка с абсолютно чистой вишечкой. С абсолютно чистым разворотиком. И, скорее всего, та же ошибка у меня здесь. Да? Да, конечно. Соответственно, я просто беру и перемещаю этот кусочек сюда и этот кусочек куда-нибудь вот сюда. Разницы, куда я помещу, наверное, нет. Потому что это, в общем-то, и целом основная часть балки. И АО-карты, насколько я помню, здесь тоже нет. То есть... А, ну, АО-карта здесь такая достаточно... Здесь скорее проще повернуть их и переместить вот сюда. Ну, давайте сделаем так. Давайте R90. Размещаем это здесь. R90. Минус. Размещаем это здесь. И то же самое на втором участке. Минус. L. L. R. 90. И вот куда-то сюда их размещаем. Вот. Ну, то есть, на самом деле, вот так вот легко и просто мы взяли и поправили это дело. В остальных местах я не видел ошибок. То есть, по-моему, все достаточно четенько на UV расположено. И здесь ничто никуда не уехало. Вот. Ну, соответственно, далее мы что делаем? Мы просто берем и делаем файл export.fbx. Вот прям в тот же самый файл, который сейчас открыт в Marmoset. Вот в этот. Export.fbx. Экспорт составит какое-то определенное время. И самое прикольное, что Marmoset сейчас просто возьмет и сам заменит этот файл. То есть, мы немножечко ждем. Вылетов здесь никаких точно быть не может. Потому что, опять же, несмотря на то, что мы добавляли сюда кучу subdiva, он просто подумает сейчас и заменит этот файл. У меня, во всяком случае, ни разу не было никогда вылетов здесь на вот этих этапах. И вот у нас развернулось. А вот текстель здесь поменялся. Ай-яй-яй. Текстель изменился. Ну, давайте, значит, еще раз сделаем такой же разворот. Но суть, я думаю, вы поняли. То есть, в принципе, можно взять и переразвернуть этот участок на другой участок, чтобы он как бы перекрывался и выглядел уже нормально. То есть, здесь мы видим, что структура вот этого бетона, она мельче, чем вот здесь. Поэтому это называется разный текстель. Нам нужно подогнать текстель, чтобы был одинаковый. Либо, соответственно, все-таки разместить те участки на те места, где они должны быть четенько. Вот такие дела. Собственно, моделька к рендеру готова. Я бы на самом деле, наверное, вот на вот этом и остановился. И можно еще пару слов сказать о такой штуке, как mass production и видео. Значит, в Marmoset есть такая вещь, как turntable. Они ее спрятали в правый клик вот этой иерархии. Но, в общем и целом, как бы найти ее несложно. Нажимаем правой кнопкой мыши по иерархии в свободном месте. И нажимаем кнопочку add turntable. Pink добавили. Что она дает? Вот сюда мы можем перенести модельку. Вот так берем и перетаскиваем ее внутрь turntable. И теперь, если мы будем перемещать вот эту вот timeline, то моделька будет вращаться от своего центра. Смотрите, как прикольно. То есть она за полные вот эти вот 300 кадров делает полный цикл, полный оборот. Что касается теперь turntable и вот этой нижней меню timeline. Как здесь разбираться? Во-первых, fps. Я рекомендую оставлять 30 fps на случай, если вы пишете видео. И 3 fps на случай, если вы пишете именно turntable. Чтобы у вас получалось всего 30 кадров. То есть, lens это длина. Длина 10 секунд. 30 это значит у вас 30 кадров в 1 секунде. Итого 10 умножить на 30, получаем 300. 300 кадров у вас получится вот в таком вот повороте, который будет длиться 10 секунд. Думаю, здесь все понятно. Далее, если вы зайдете в настройки рендера, то здесь есть отдельный раздел видео, где вы можете настроить формат вывода видео изображения, его размеры. В том числе можно рендерить в 4К, в 8К, сколько вам хочется, сколько вам удобно и так далее. То есть, я обычно рендерю, если видео, то 3840 на 260. Если это turntable, то это 1920 на 1080. Выбираете нужный формат и нажимаете кнопку Render Video. Формат выбирается вот здесь. Поддерживается как два формата видео, AVI или MPEG. Либо, соответственно, множественные варианты 2D изображений, которые просто будут как несколько отдельных изображений. Там 300 изображений или 30 изображений. Смотрите, если я поставлю здесь 3, нажимаю да, у меня получается 30 кадров всего. И вот я получаю 30 изображений, вот таких вот, которые могут в ряд вставать. И вы можете таким образом сделать GIF-ку. Прямо в Marmoset вы не можете выбрать GIF-формат, но вы можете сделать 30 PNG изображений, которые потом конвертировали в GIF. Вот. Еще такой важный момент, как EXR. EXR 1632-bit это очень крутые форматы, которые сохраняют целиком и полностью цветопередачу. То есть, ровно то, что вы видите на экране, вы получите и в картинке. Если вы будете рендерить в PNG или в JPEG, возможно, у вас не сохранятся те цвета, которые вы видите сейчас на экране. И вам придется это дело подгонять. У меня чаще всего бывает так, что цвета получаются чуть более блеклыми, чем они есть на самом деле. Это помогает исправить в Photoshop инструмент изображения режим. И в режиме выбирать 16 бит. Ну, соответственно, по-разному. Иногда бывает изображение автотон или автоконтраст или автоматическая цветовая коррекция помогает исправить цветопередачу и настроить ее такой, какая она есть. Но, плюс-минус, цвета будут все равно похожими. Во всяком случае, очень похожими. Теперь, что касается, ну и понятно, рендер видео вы нажимаете и вот сюда, вот в папочку, которая здесь указана, в данном случае это Desktop. Вы можете поменять путь на какую-нибудь папку. Я обычно сохраняю в объемные объекты. Соответственно, и название тоже можете какое-то дать. Вот, соответственно, нажимаете рендер видео и у вас пошел рендер видео. Samples, сейчас поговорим. И как рендерить просто картинки. Вот здесь в output у вас, соответственно, то же самое. Вы выбираете в разделе Image место, куда вы хотите это рендерить. Я выберу, допустим, у меня есть отдельная папочка на диске D, Renders, куда я сохраняю все рендеры. И я называю их RR. Сохранить. И он будет создавать RR001, RR002, RR003 и так далее и тому подобное. До тех пор, пока у него там тысячи RR не произойдет. Я столько не рендерил никогда. Так вот, что здесь важно знать. Первое, ну, понятное дело, то же самое, это у нас размер изображения. То есть, 2560 на 1440. Это прям классика, которая прекрасно отображает и передает все детали. Можете вставить больше, если вам хочется. Формат. Я рендерю обычно в PNG. Но вы точно так же можете рендерить, например, в том же самом EXR, как я уже говорил. Для того, чтобы, например, передать все цвета. Ну, или в PSD, или в TGA, если вдруг вам нужны какие-то слои. JPEG PNG самый классический стандартный формат. Override Existing. Внимание. Вот эта галочка позволяет перезаписывать и переписывать те картинки, которые у вас уже есть. Опасайтесь ей. Не нажимайте ее. Вы можете сильно пострадать, если вдруг внезапно нажмете ее здесь или вот здесь. Что это значит? То есть, вы отрендерили картинку, нажали эту галочку, отрендерили картинку еще раз. Прошлая картинка удалилась и новой картинкой заменилась. Если вдруг вы уверены в том, что вам это надо, да, окей, ставьте эту галочку и не парьтесь. Просто все круто, все здорово. Но вы так можете потерять какой-нибудь годный рендер. Обычно я делаю сразу 30-40 рендеров и из них выбираю уже то, что мне нравится. Следующее, это у нас Transparency. Поддержка прозрачного фона. Это очень круто, потому что, в принципе, вы можете сделать Transparency фон и потом вставить какой-то свой в том же самом Photoshop. И не париться с тем, чтобы загружать его здесь. Хотя здесь тоже есть такая функция. Про нее тоже сейчас поговорим. И samples. Тоже клевая, крутая вещь, которая, соответственно, позволяет вам рендерить ваше изображение с разным качеством, скажем так. Значит, как рассчитываются samples? Честно говоря, для обычной модельки, которую вы видите здесь, достаточно будет даже 128 samples и, скорее всего, она будет нормально выглядеть. Ну, я обычно ставлю там 256, потому что она по дефолту стоит и это норм. Но есть один нюанс. Если вы рендерите стекло, у вас есть какая-то сложная каустика, которая преломляет свет, допустим, его как-нибудь по-другому пускает. Либо преломление изображения какое-то, зеркало тоже самое. То вот здесь samples должно быть сильно больше. То есть нужно ставить, допустим, в зависимости от того, пока у вас не исчезнут белые пиксели. Что касается белых пикселей, я могу отдельно привести, наверное, потом пример. Возможно, мы будем рендерить что-то стеклянное и там вы увидите как раз таки разницу. Но фишка в чем? Вот, допустим, 256. Давайте для примера я нажму render. Рендер рендерится достаточно быстро на RTX 3090. То есть в целом, с учетом того, что у меня открыта куча программ, рендер составил, я, конечно, не засекал сколько, но по ощущениям секунд 10. Значит, выглядит вот таким образом. То есть если я приближаюсь, выглядит вполне нормально. Кстати, вот они белые точки. Раз, два, три, четыре, пять. То есть не хватает немножечко в некоторых местах проходов, как бы отправок. Как это назвать-то правильнее? Ну, смотрите. То есть рендер, в принципе, строится таким образом, что у вас из камеры в каждую точку, в каждый пиксель приходит луч, грубо говоря. И он возвращает уже обратно в камеру и на изображение какое-нибудь значение. Ну, например, здесь у нас желтый пиксель. Окей, а здесь у нас металл. Окей, а здесь у нас там стекло. Вот. И на сложных материалах, таких как стекло, например, то же самое, он не может сосредоточиться и сделать что-то адекватное. То есть он такой типа, а я не знаю, что здесь. И возвращает белый пиксель. И вот чем у вас меньше вот этих сэпплов, тем меньше он проходов таких прогонов делает. Соответственно, если мы сделаем с вами, допустим, 1024. Ну, давайте попробуем вот, допустим, 2048. Давайте даже 2048 сделаем. Render image. Он будет рендерить сильно дольше. 5, 6, 7, 8. То есть здесь, я думаю, будет уже около минуты. Минута рендера. На 3090 это очень долго. Вот. Но, опять же, учитывая то, что у нас идет здесь запись. И учитывая то, что у меня открыт еще один Marmoset. Три блендера. Photoshop. Chrome с миллионом вкладок. Вот эта запись Camtasia. Зачем-то открыт с лаунчер Евы. И три софтины Max, Maya и Cinema 4D. То, в целом, наверное, он может сделать это все за порядка 30 секунд. Вот. Что, в принципе, тоже довольно долго. Вот. Как-то так. То есть, в принципе, 2048 сэмплов на какой-нибудь 1060. Ну, или там даже 2060. Будет, мне кажется, неимоверно долго. Минут 20, 15. То есть, что-то вот в этом духе, как мне кажется. Вот. И при этом результат. Вот сейчас мы сравним с вами две картиночки. Вот у нас результат 256. Результат 2048. Вы видите разницу? Лично я нет. Вот единственный момент, в котором я вижу реальную разницу, это стекло. Давайте посмотрим. Белые раз, два, три, четыре, пять, шесть пикселей, которые можно замазать в фотошопе. Ни одного белого пикселя. То есть, все достаточно четко, круто, здорово. Ну, как бы вот, вот смотрите. На видео, опять же, если вы рендерите видео, то там критичны вот эти вот белые пиксели. Потому что каждый кадр, они будут у вас меняться и будут, могут быть в разных местах. Соответственно, если вы хотите рендерить видео со стеклом, рекомендую изначально отрендерить и найти оптимальное количество сэмплов. Вот, допустим, 512. Рендерим, смотрим, есть белые пиксели или нет. Если нет, то, соответственно, можно все видео рендерить в 512. Если есть, то, соответственно, увеличиваем количество сэмплов, повторяем. И так далее, пока не будет белых пикселей. Это касается именно стекла. На остальных частях модели, я еще раз говорю, да даже, ну, вот мне кажется, 32 хватит для того, чтобы она смотрелась круто. Вот как-то так. Это, а, еще Denoise, конечно же. Denoise. Denoise – это штука, которая как раз таки избавляет вас от шума, артефактов и простроения изображения. Чем больше вы добавляете шума, тем, соответственно, ну, как бы таким зернистым становится изображение. И Denoise убирает эту зернистость. Здесь у вас изначально стоит High. И вы можете увеличивать или уменьшать этот noise strength. Я советую оставить его на 0.7 и не трогать его вообще. Потому что базовое значение работает хорошо. Если вы поставите его много, то он реально будет прям размазывать все части, в том числе и вашу детализацию модели, в том числе и вашу roughness карту. Размазывать таким образом, как будто бы ваша модель, ну, я не знаю, вот в Photoshop есть инструмент палец. И реально, как будто бы вот вы вот реально пальцем размазываете. Вот таким вот образом оно будет делать. То есть края будут абсолютно неровные и не четкие. Я уберу этот отменю изменения. А вот. Поэтому больше ставить не нужно. Меньше. То же самое сделайте меньше. У вас будет прям явное зерно. То есть у вас будут видны прям точки, из которых состоит это изображение. Это тоже будет некрасиво. Поэтому 0.7 это золотая середина и High параметр мне, например, кажется вполне нормальным. А вот. Что еще интересного здесь можно рассказать? Ну, во-первых, здесь еще туман. Вы можете добавить его. Вот здесь вот есть такие New Fog штучка. Нажимаете New Fog и у вас добавляется туман на всю сцену. Здесь есть несколько вариантов. Там линейный туман, Inverse Square туман, Exponential туман и можно настраивать разные параметры, которые будут его добавлять. Если честно, туман полезная вещь, но, опять же, для, например, природных сцен, когда вам нужно отрендерить данную модель не чисто как вот для превью, для презентации чего-то, а, например, вот как она там, допустим, стоит на фоне какого-нибудь красивого океана, там виднеется остров, откуда она приехала, там город какой-нибудь там. И вот, допустим, туманчик, который над этим всем делом висит. Да, было бы прикольно, если бы была какая-то сцена окружения. Так туман, мне кажется, лишний. Я практически никогда его не использую, во всяком случае, в последних своих работах. Круто рендерить, например, небесные сцены с туманом, облачные, когда у вас летит космический корабль, например, какой-то там или там самолет. Вот, да, туман вообще незаменим, будет суперкруто смотреться. Вот, причем здесь есть параметры вот это настройки света, настройки этого амбиента, как бы самой HDRI карты, то есть это все преломляется, это очень-очень круто смотрится. Вот, туман клевый, но я его редко использую. Ну, то есть вот так выглядит гораздо четче и лучше, чем вот так. Но вот так выглядит гораздо атмосфернее, согласитесь. Следующий параметр, который здесь еще можно добавить, это фоновая такая фигня, которая называется... Ой, а где вот она? А, бэкдроп. Бэкдроп это картинка. То есть сюда вы можете загрузить картинку и на фоне у вас будет отображаться, прикиньте, картинка статичная. Вот просто фоновая картиночка на фоне. Вот. Для чего используется? Например, когда вам нужно отрендерить какой-то статичный космос. Вот сюда вы просто берете... У меня где-то в изображениях, вот в assets images, был пак космических фонов. Где они? Сейчас я найду. Space images. Берете вот так вот и добавляете сюда фон. Ну, самый лучший у меня, наверное, это вот типа Milky Stars, вот такой вот. Вот. И все. И это выглядит офигенно. То есть, когда у вас статика и когда вот эти вот звезды не должны двигаться, это незаменимая вещь. Или, например, морское дно. Или, например, там какая-нибудь, опять же, вот, если у вас есть прям пейзаж, вот именно с подходящим сюда океаном, здесь с островом, здесь вот, допустим, с продолжением этого моста, ради бога, используем и будем просто счастливы и нам не нужен будет Photoshop для того, чтобы все это сюда вставлять. Более того, это можно еще и масштабировать, специально смотреть красиво, чтобы это как-то красиво здесь все смотрелось. Вот. В остальном, ну, как бы, я не вижу какой-то необходимости использовать бэкдропы для других целей. Вот. Я его отключаю. Во всяком случае, сейчас. Так, так. Кстати, у меня здесь, почему у меня Brightness? А Brightness у меня должен быть вот примерно вот такой, я говорю. То есть, я хотел сделать серенький. Вот. Да, кстати, что мне здесь не нравится, это вот эта вот тень. Я хочу понять, от какого источника света она исходит и ее немножко убрать, либо, соответственно, поменять, чтобы вот от этого. То есть, я хочу вот этот источник света немножечко его снять в замочек и повернуть, чтобы тень отсюда сюда не падала. То есть, либо вот так, и вот так. Стоп, не так. Нет, вот так, наверное. И вот так. Во. Вот, 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 наверное, вот это будет круче. Вот. И диаметр тогда больше, потому что мне, например, сильно не нравится вот этот момент. Вот. Либо, соответственно, в принципе, размыть здесь тени от этой штуки и добавить еще один источник света, который просто чисто будет более жесткие тени давать. Вот. Вот. Ну, там не суть важно. Можно экспериментировать. То есть, мне, например, сейчас не сильно нравится, как тени падают. Мне хочется, конечно, чтобы сверху, а вот отсюда вот бил свет и теней было больше. Но это уже... Опять же, это эксперименты. То есть, вот здесь можно настраивать эксперименты так, вот экспериментировать, как вам хочется, как вам нравится. Ставьте больше света, ставьте меньше света, вращайте его. И от этого каждый раз у вас будет новый результат. И смотрите, чтобы все было красиво, виднелись все моменты, не было пересвета и не было супер темных, наоборот, моментов. Вот. Что еще есть в мармасете? Возвращаемся к функционалу. Собственно, мы подходим к концу уже. Shadow Catcher. Крутая вещь. Абсолютно безусловно. Но в последнее время я от нее ушел. Почему? Да просто потому, что вот как-то всего хватает и без него. Вот честное слово, с ним круто, да, особенно здоровско смотрятся затенения. То есть, что такое Shadow Catcher? Это абсолютно прозрачная плоскость, на которой отображаются все тени, которые падают от этого объекта. Вы можете настраивать здесь прозрачность этих теней. Более того, вы можете сделать Indirect Shadows и у вас будут добавляться еще и рефлексы от объектов, которые присутствуют на этой сцене. То есть, к примеру, вот смотрите, у вас, видите, от колонн добавились вот такие рефлексы. А еще вы можете сделать еще более крутую вещь. Убрать рафность на минимум. Спекулор поставить на максимум. Иииииии вы получаете зеркальный пол. То есть, вы реально рендерите и видите как будто бы зеркало того, что находится снизу над моделью. Очень многие юзают очень круто этот элемент и у них получаются суперские рендеры, например, автомобилей, которые точно так же круто бликуют вниз. Я не знаю, почему я именно ушел вот от этого момента. Наверное, потому что слишком много всего как-то получается на сцене слишком. И опять же, ну вот для этой модели, для этой машины, вот эта нижняя штука, это явно перебор. Да, может быть, она покажет то, что находится внизу, но, блин, это просто перебор по деталям, по всему и я просто не смогу ее заплатить в кадр. То есть, в лучшем случае, это будет вот так. То есть, я полностью обрезаю весь низ и мне тут ни до какого не до шеду качера. Вот, вы можете поэкспериментировать, посмотреть, но опять же, за счет вот этих вот четких теней, я не рекомендую его использовать просто потому, что он может испортить картинку. Если просто затенять пространство под моделью, да, это круто, да, это можно использовать. Вот, во всем остальном, ну, спорный момент, спорная вещь. Вот, и, собственно, ну, опять же, все зависит от цели и от вашего, вот, как бы, вашего вкуса. То есть, если вам нравится, если вы прям балдеете от вот этих отражений, рефлексов или, например, если вы хотите сделать там, допустим, персонажа, который стоит там над гладью какого-нибудь, опять же, океана или там озера, которое идеально ровное и сделать такой клевый рендер, да, пожалуйста, это же идеальный инструмент. Вот. И, наверное, это все, что я сегодня хотел бы рассказать по Marmoset, во всяком случае, в рамках данной модели. Потому что в рамках других моделей мы будем рассматривать другие инструменты. Здесь мы рассмотрели самое основное, что может нам помочь для рендеринга вот этой машинки. В данном случае я останавливаюсь на примерно вот таком варианте. Все-таки я люблю более темные фоны. Я хочу сделать поменьше виньетку. Сейчас мне кажется, что ее слишком много. Или все-таки оставить так. Или просто ее размыть. Может быть, сделать вот что-то вот такого плана. Вот так, например. И мне не сильно нравится, что вот здесь оказывается темнота. Прямо абсолютная темнота внутри этих балок. Поэтому я, наверное, добавлю еще один источник света, который будет освещать что-то, вот это пространство внутри балок. Вот, кстати, вот, изначально я его добавил и выглядело круто. Так. Brightness, Brightness. Это не здесь Brightness, извините. Источник света Brightness. Ну, в общем, вот такие вот дела. Ну, я думаю, здесь можно уже играться. Я еще раз говорю, то есть сильно и сильно. Конечно, такой яркости здесь быть не должно. Но вот чуть-чуть добавить. Вот, 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 вот так как-нибудь. Вот уже. Во, 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 во. О, вот, идеально. Вот оно, вот оно отсюда бьет и оно сюда добавляет тени. И здесь внутри добавляет тени. И вообще, по-моему, шикарно. И чуть-чуть слабее. Вот так. Вот. И вот здесь виден контраст. То есть, вот оно как бы туда заходит свет. И вот здесь видна вот эта часть. То есть, по сути, смотрите, в подобных крупных моделях ваша задача показать максимальную детализацию ее. И все. Вот, чтобы было интересно ее рассматривать, наблюдать за ней. Вот. Я чуть-чуть размою здесь, наверное. А не буду я размывать тени. Вот мне нравится вот эта лестница, которая здесь отображается. И вот эти вот как бы штуки от лестницы. Все. Вот мне нравится вот этот вид. Может быть, чуть-чуть сейчас уменьшу еще экспошуру в камере. Во. Вот так вообще прям, по-моему, прикольно смотрится. Вот. Соответственно, и еще важный момент, который могу посоветовать при работе с настройкой рендера. Это надо периодически отвлекаться. Я, возможно, сейчас просто-напросто замылил свой глаз. И если я через там, ну, отойду и через 15 минут вернусь, посмотрю на эту модельку трезвым взглядом, свежим, то я увижу какие-то недостатки, новые косяки, которые стоит поправить. Но вот сейчас, на данный момент, я могу сказать, что мне нравится то, что получилось. И вот это, мне кажется, выглядит прям здорово, круто, хорошо. И тем более, это будет здорово выглядеть и на видео, если правильно настроить, опять же, ракурс, отдалиться и, ну, вот, примерно так это дело рендерить. Главное, чтобы оно за кадр не заходило и было примерно приснилось по центру. Ну, вот, да, вот примерно так. Чуть-чуть надо всю модельку чуть левее сместить, буквально там на метр, может быть, два, и будет вообще ровно-порфу. Вот и все. Давайте, наверное, на этом закончим. Видео получилось огромным. Я попробую добавить тайм-коды для него и пам-пам-пам. Ну и, в общем-то, всем спасибо за просмотр. А в следующем видео мы с вами рассмотрим уже другую модель и новые фичи для рендеринга. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok